МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, год 2013. КВН. Продолжение следует. Это наш отечественный интеллектуальный продукт. КВН стал международной игрой. Но дальше будет еще смешнее. Бывших КВНчиков все равно не бывает. КВН это навсегда. КВН, все в порядке. Это цвет нашей страны. И эта любовь проверена временем. Итак, игра, игра, игра. Всем привет! Шутки прошлой игры еще витают где-то в этом зале. А мы с вами уже на второй, одной, восьмой финала открытой московской премьер-лиги. КВНа не бывает много. И, поверьте, в ближайшие полтора часа любое другое занятие будет значительно более скучным по сравнению с тем, что будет твориться на этой сцене. Сезон набирает обороты, следуя теме «Игра без границ». Присматриваясь к очередной шестерке команд, не пытайтесь найти знакомые лица. Большинство из них стоят на этой сцене впервые. Но, поверьте, постараются сделать все возможное, чтобы к следующей игре вы узнавали их без труда. Итак, в молодежной лиге свой первый сезон начинает молодежная сборная «Омск». Вряд ли эта команда знакома с творчеством Леонида Ильича Брешнева, но, тем не менее, «Малая земля» — «Батайск». Готова напомнить о КВНовских традициях и не постесняться их приумножить сборная Дагестана «Махачкала». Команда с Украины, из Луганска, казалось бы, недалеко, но форма обязывает. Другой мир — Луганский государственный университет внутренних дел. Обычно такую сборную называют женской, но в данном случае я предлагаю их называть сборной девушек. Итак, сборная девушек Южного федерального университета с оригинальным названием «РРР Ростов-на-Дону». Ну и, наконец, не первый сезон премьер-лиги пробует свои силы сборная Алтайского края «Барнаул». Уменьшенной копией всех команд, стоящих на этой сцене, в принципе, является наша уважаемая жюри. КВН-игра интеллектуальная, и вот за эту составляющую будет сегодня отвечать Александр Гудков. Говоря об интеллекте Александра, прежде всего я, конечно же, имел в виду, что он играл за команду КВН Федор Двинятин. КВН-щики ведут яркий, но правильный образ жизни, и вот за эту составляющую будет сегодня отвечать Иван Пышненко, станция спортивная. КВН-игра международная, пусть ближняя, но все же зарубежья представляет Игорь Ласточкин, Днепр. КВН-игра командная, и именно это много лет пыталась доказать команда КВН сок своему капитану. Дмитрий Колчин. Ну и, наконец, КВН-игра разная, и это не раз доказывала команда КВН Руден. Сангаджи Тарваев. Даже на примере нашего уважаемого жюри невозможно точно рассказать о КВН. Одно ясное без удачи в этой истории делать нечего. Удачи вам, друзья! Спасибо! Начинаем преодолевать лабиринт конкурсов на пути к четвертьфиналу традиционно с приветствия. От первой встречи зависит многое, как минимум, насколько долгим будет это самое знакомство. Любая команда готова встречаться с болельщиками вплоть хоть до финала. Ну и никто не будет против, если с самого начала команда докажет, что она не такая, как все. Не такие, как все. Такова тема нашего приветствия и следующая команда, уверен, с успехом раскроет эту тему. Сборная Южного Федерального Университета. Р-Ростов-на-Дону. Как-то раз постучал мне Сан Саныч. В двери говорит «Собирай вещи поживее». Я вопрос задаю «Что-нибудь случилось?» Он в ответ говорит «Мне вчера приснились». Омск, Алтай и Махачкала, Луганский, Сбатайска, Малая земля. Все пять команд издалека не хватало только тебя. Я же женская сборная эр, может, не профинансировал мэр. Без тебя игра не игра, приезжай, Илюха. Эх, Сан Саныч, а что ж я вас подводил же когда-нибудь, что ли? А вот он крест православный, а поклон низкий. А ну-ка, бабоньки, иди сюда. Ну что ж, после песни такой залихватской представиться можно. А ну давай, девоньки. Не-не, давай позлее. А что ж такое? Давай, как будто вас парень бросил, а потом вернулся. А ну давай, гортавая, чтоб зал нас полюбил. Ну что, заведем Ростовскую машину юмора. Рыр, рыр, рыр. Вот женщина, ну это ж не реально. Не сейчас я номер объявляю. В компании, где много девушек и один парень, можно легко узнать ту девушку, у которой с ним что-то было. Привет! 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 Представьте, романтическая история в Объединенных Арабских Эмиратах. Алло, Мустафа, да, здорово, братан. Ну, конечно, все взял, когда тебя подводи, господи, ты боже мой. Ой, прости, девушка, такая милая. М-м-м, какой прекрасный гарем. А ну быстро домой! Ой, гарем, жена, обрати. В каждой компании есть такой парень, который пытается понравиться девушкам любыми способами. Илюха, а что ты там один сидишь? Давай к нам! А я? Да нет-нет, вы не переживайте, вы веселитесь, как будто бы меня здесь нет. У тебя что-то случилось? Нет, ничего не случилось. Просто немного грустно и почему-то хочется петь. В омут в своих глаз снова упаду, полюбил тебя на свою беду. Их ты, скрипка! Откуда она здесь? Кто ж ее сюда положил? Ты играешь на скрипке? Ну, если под рукой нет. Рояля? АПЛОДИСМЕНТЫ Девочки, это же сумерки! А, ты такой... АПЛОДИСМЕНТЫ Ты такой классный! Да! А за кого ты в лиге чемпионов болеешь? Футбол. Что это? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ты что, плачешь? Да. Я просто считаю, что каждый мужчина в своей жизни должен немножечко плакать. Хотя бы для того, чтобы увлажнить лицо. Ладно, ладно, девчонки, вы чисто случайно не в курсе, как там Винцислав и Катя. Они заселились в домик? Да! Да слава богу! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А по-моему, он все врет. Заткнись, дрянь! АПЛОДИСМЕНТЫ А, девочки, простите, это просто после болезни, после контузии я был в смертвой комиссии Босни-Герсоголизм. Пошел вон отсюда! Вому, тварь! Проваливай! Может, я вам на скрипочке сыграю? Дурец! Я инвалид! Пошел вон! АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, что хочется сказать в завершении нашего приветствия? Ну вот в какой бы другой команде мы бы еще столько талантов нашли. Я и пою, и танцую, и на скрипке играю. Для вас выступала женская сборная Южного Федерального Университета. Красивых женщин много не бывает. Мы рады представить нашего спонсора Банк Петрокоммерц. Банк Петрокоммерц. Снова официальный банк Игр КВН. Продолжаем конкурс. Нас ожидает эксклюзивное знакомство с командой КВН «Малая земля». Батайск. Добрый вечер. Вас приветствует интеллигентная команда из города Батайск. Наша команда отличается от остальных тем, что мы выступаем только для культурных и образованных людей. Артем, объясни. Братва. Вы сидите, расслабляетесь. Типы показывают, я контролирую. Иногда обосновываю. Начинаем. На каждой свадьбе есть такие гости. Ну что ж, а сейчас слово предоставляется крестной, тете Тане и дяде жениха. Дорогие Оленька и Сашенька. Сегодня вы вступили в брак. Для вас счастливый день на свете. Раз вы зажгли огонь любви, Путы, любви маяк. То пусть он вам всю жизнь и светит. Дядя Володя тоже хочет поздравить. Володя, давай. Сань. Сердце. Вот таким тебя помню. Ну залетела, залетела, Сань. Да что ты, Милешки, а? На школьной дискотеке. Блин, так кайф, с Танькой потанцевать. Ты что, посмотри, кто ты, а кто она. Но я все равно попробую. Тань, Тань, скажи, пожалуйста, а ты будешь моей девушкой? Только за миллион долларов. А столько денег у меня нет. Сколько есть? Потеряйся нежно. Тань, Тань, скажи, а ты пойдешь со мной завтра вечером погулять в парке? Ну смотря как попросишь. Да светится имя твое, да пребудет царство. Да ты че? Блин, ну что за несправедливость? Почему я учусь в классе с одними малолетками? Киса, поехали. Тупые, пафосные тёлки, которые учатся в десятом классе и встречаются с 25-летними скотами. Потому что пора озвить, у меня 21. А теперь давайте представим, чтобы было, если все нормальные мужики вели себя как типичные бабы. И так после мальчишника. Так, мальчики, заводим. Все, все, сели. Кто мы? Электрики! Тихо, 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 кто наша женщина с машины выгонит. Здрасте, а как вас зовут? Таня. Танюша. Танюша, вы нас простите, мы сегодня немножечко выпили. Просто сегодня день рождения у Сергея Михайловича. Кто такой Сергей Михайлович? Это я. Серёжа, с днём рождения! Громче, 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 громче! Я тебя не люблю, это главный мой плюс. Я на это кино не куплюсь. Танюша, скажите, а вы замужем? Нет. Остановите, пожалуйста, машину. Здравствуйте, Татьяна. Здрасте. Дайте мне выйти. А что такое? Что такое? Выйти попросил. Что такое? Что снимаю? Дим, поменяйся, пожалуйста, с Сашей местами. Это очень некрасиво с твоей стороны. Садись. Вперёд иди, садись. Не надо мне уже. Кто мы? Электрики. Кто мы? Электрики. Кто мы? Электрики. Мужики, я вас так люблю. И в конце хотелось бы обратиться к Александру Васильевичу. Александр Васильевич, не могли бы вы называть премьер-лигу не открытой московской, а легендарной. Просто у нас в городе охотнее бы выделяли деньги на поездку в легендарную премьер-лигу КВН. Спасибо. Для вас выступала команда КВН «Малая земля». Команда из славного города Батайска. Я тоже хочу обратиться к Александру Васильевичу. А можно поддержать предложение ребят? Я хочу вести легендарную премьер-лигу КВН. В двух прошедших сезонах мы бережно относились к командам. Все они играли без вылета вплоть до полуфиналов. На этот раз мы решили обострить ситуацию. Уже в 1-4 финала команд станет заметно меньше. Состав следующего тура определится по итогам всей серии 1-8 финала. Продолжаем приветствие. На сцене команды КВН «Другой мир». Луганск, Украина. Здравия желаю, украинская милиция. Друзья, многие из вас просят, почему в КВН так давно не было милиции. Да потому что раньше нас нельзя было снимать. А как только правительство России разрешило, Александр Васильевич сразу же этим воспользовался. Да еще как. 7 камер, HD формат. Вот это я понимаю, что человек милицию снимает. А не то, что вы там на телефоны нас уже, друзья. Вот это ж несерьезно. Давайте знакомиться. Как только к вам мы прилетели, Нас окружила детвора. Они так весело кричали. Смотрите, это ж музей! Но мы на них не обижались. Ведь мы приехали сюда. Пошли новые костюмы. И выступать давно пора. Один и белые штанишки. Так хорошо на нас сидят. Нам их пошили те мальчишки, Что в отделении сидят. И если вы, ребят, хотите Такие белые штаны, То тут, ребята, извините, Такие носим только мы. Время, волкоп, поехали! Дорогие друзья, И чтобы вы сразу поняли, Что мы не такие, как все, Представьте, Первая брачная ночь гаишника. Причина остановки! Люка, ну что ты опять начинаешь? Я спрашиваю, причина остановки! Да убери ты телефон, жутер! Возможно, снимай! Дорогие друзья, А теперь представьте, Криминальная сделка, Где изначально что-то пошло не так. Принес. Я-то принес. А ты принес? Полный чемодан. Точно полный? Еле застегнул. Ну покажи товар. Смотри. Ясно, мочите его, пацаны. Стоять! Патронов на всех хватит! У меня полный магазин! Ага. Еле застегнул. А ну пошло! Здравия желаю. Старший лейтенант милиции, тёлочка. Да-да, вы не ослышали. Старший лейтенант милиции. Вот вы сейчас посмотрели наше выступление и считаете, что нам не хватает интеллектуального юмора. Да, была бы щепоточка литературы, было бы смешно. Знаете, там, где мы работаем, щепоточка завёрнутая в литературу. Это совсем не смешно. В общем, ладно, продолжаем. Друзья, порой жизнь играет с нами злую шутку. Так, Галя, по тексту. Социальная реклама. Здравствуйте, девушка. Дайте, пожалуйста, вот эту пачку семечек. Друзья, все мы стали покупать семечки в пачках. А ведь совсем недавно все мы покупали семечки у бабушек на остановках. Вы только вспомните, ведь только у бабушек на остановках мы могли попробовать семечки и не купить их. А эти бумажные стаканчики. Мы всегда поражались, как ловко они их сворачивали. Я уже не говорю об этой бесплатной жмении в подарок. Да что тут говорить. Бабушек на остановках осталось всего 30. Друзья, давайте все вместе сохраним этот уникальный вид предпринимательской деятельности. Спасибо. Ну и что хотелось бы сказать в конце. Вот вы сейчас сидите, смеетесь и радуетесь. И знаете, нам это очень приятно, потому что в нашей профессии мы редко встречаем людей, которые когда сидят, смеются и радуются. Спасибо, друзья. Свой неповторимый вариант прессы я готов продемонстрировать вам молодежная сборная Омск. Добрый вечер. Знаете, а мы не такие, как все. И поэтому сегодня мы не хотели бы выступить смешно. Сегодня мы бы хотели выступить забавно. Ну, чтобы зрители в зале такие, ага-га, да, забавно, забавно. Поэтому сейчас понесется прямо шутка, шутка, миниатюра, прямо шутка в лоб, шутка в затылок, шутка в лоб, шутка в затылок. Вот и мой дурачок. А вы думаете, мы почему такие веселые? Да потому что дурачкам что ни день, то праздник. Праздник! 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 Очень азартный и нетерпеливый учитель математики. Здравствуйте, дети. Сколько будет? Дважды два-четыре, а я первая глупые дурачки. А сейчас представим. Бог раздает евреям хитрость. Здрасте. Здрасте, вы одержите хитрость. Спасибо. Погоди, ты же уже был. Ахахаха. Самое безобразное поздравление с первенцем. Дорогая, с почином. Бэнч. Представьте, Игорь внес в дом небольшую интригу. Игорь, а что в пакете? Ну, Игорь, ну, Игорь. Друзья, а такой случай наверняка мог произойти с каждым. Игорь, ну, Игорь, ну, Игорь, ну, Игорь. Итак, представим, ученик, который, ну, очень серьезно отнесся к диктанту. Дети, открываем тетрадочки. Сегодня у нас диктант за четверть. Ой, нифига, диктант. Сейчас она, короче, диктовать будет. Доставайте ручки, сейчас вообще тема начнется. Смеркалось. Смеркалось. Ты пишешь, нет? Потому что надо писать. Это самое начало. Не напишешь. Все, капец. Дядя Вася шел по снегу. Дядя Вася шел. Какой дядя Вася? Куда шел? Ничего не понять. Ну, интрига вообще. Так, Артем, а ну-ка встань. Она просит меня встать. Сейчас будет шаг в неизвестность. Артем, что с тобой? О, а что, мы уже мутим, кисы мои? Артем. Да в чем дело? Я хочу знать, что стало с дядей Васей. Стойте, ребята. Я все поняла. Неважно, отличаетесь вы от других команд или нет. Главное, кто ты по жизни. Тип или черт. Если ты тип, то веди себя четко. Если ты черт, то вывози. И не важно, что этот текст не написали парни. Главное, что я выучила его с душой. Это ведь очень подходящая мелодия. Для чего? Для того, чтобы рисовать следы на снегу, будто трактор проехал. Команда КВН молодежная сборная. Вообще не такие, как все. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы благодарим правительство Москвы за помощь в организации игр КВН. Женская сборная ЮФУ Р благодарит губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева, а также ректора Южного федерального университета профессора Марину Александровну Боровскую. Сборная Батайска «Малая земля» благодарит губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева, а также мэра города Батайска Валерия Васильевича Путилина. Команда КВН «Другой мир» Луганск благодарит министра внутренних дел Украины Виталия Юрьевича Захарченко, ректорат Луганского государственного университета внутренних дел, а также губернатора Луганской области Владимира Николаевича Пристюка. Следующая команда явно с опытом. Этого им не занимать. Сборная Алтайского края «Барнаул». Здравствуйте. Сборная Алтайского края уже не первый раз в премьер-лиге, и мы знаем здесь все. Даже пароль от Wi-Fi, поэтому подождите немножко сейчас. Люди русские, да что ж вы опустили головы буйные в гаджеты окаянные? Вот раньше как было? Выйдешь в поле чистое, наберешь полную грудь в руку, получишь по сусалу и как закричишь, а людька-то гулящая, и пошел перепост по всей деревне. Да когда же Москва Россию в друзья добавит? Вот всегда удивляюсь, чем больше человек на армянина похож, тем больше за Русь-матушку переживает. Ой, Алешка, а Калэн-то уже не тот? Не тот, я тебе больше скажу. Все мы принимаем в этом непосредственное участие. Начинаем! Ребята, наконец-то и до Барнаула дошла мода праздновать дни рождения в клубах. Машка, с днем рождения, давай! Пей, 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 пей! Чего вы ей хлопаете? Чего вы ей хлопаете? Она что, картину нарисовала? Она что, ребенка родила? Она водки выпила? Она водки выпила! А вы ей хлопаете? Мужик, какие претензии? Я водки выпила, мне никто и хлопает. Дорогие друзья, пожалуйста, посмотрите в глаза этой маленькой девочки, как четко они пропечатаны. Барнаульская полиграфия. 8-9 или полиграфия... Полиграфия... Вы думали нет, но да. Мы с радостью представляем вашему вниманию блок китайского юмора. Китайская девочка участвует в соревнованиях по биатлону. Китайская девочка участвует в соревнованиях по биатлону. Китайская девочка сошла с ума. Борща! Хочу борща! Чего вы им хлопаете? Чего вы им хлопаете? А вы чего радуетесь? Капитан, капитан... Вот вас за ваши выходки нужно бы наказать. Но мы команда взрослая и интеллигентная. Поэтому, скорее всего, это будет несчастный случай. Вы знаете, сейчас многие хотят быть не такими, как все. Мы же наоборот. Хотим быть такими, как все, чтобы хоть как-то отличаться от этой массы, совершенно не похожих ни на кого, одинаковых людей. Спасибо. Сборная Алтайского края благодарит администрацию Алтайского края и лично губернатора Александра Богдановича Карлина. Команда Коин Молодежная сборная благодарит губернатора Омской области Виктора Ивановича Назарова, а также ИП Шустикова Наталья Александровна, представляющего салон тканей Валентекс. Сборная Дагестана благодарит президента Республики Дагестан Рамазана Гаджимуратовича Абдулатипова, члена Совета Федерации Сулеймана Абусаидовича Керимова, Совет ректоров Республики Дагестан, а также ОАО ДНЭП. Итак, нам осталось увидеть последнюю команду. Я не знаю, понравится она вам или нет, но равнодушный точно не оставит. Сборная Дагестана «Махачкала». Там, где чемпионат мира по вольной борьбе признан градообразующим мероприятием. Дагестан! Где дают взятку аппарату УЗИ, чтобы он показал мальчика. Дагестан! Где Дед Мороз одевает бороду на бороду. Дагестан! Где мы впервые стали мужчинами. Самара! Воронеж! Позанкились! Кто станет лучшей командой в премьер-лиге? Дагестан! Поехали! ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Дагестана! Мы представляем вам! Со скоростью стрелы кархаские лы. Так начинают путь. Продянемать очкалы. Но у нас свой путь! Итак, представьте, на планету Земля напал самый страшный злодей во вселенной. Ха-ха-ха-ха! Я захвачу эту планету! Начну с этой земли! Как она называется? Это Дагестан! Ягар, предупреждать надо, ребята, вы че? В Дагестане, как сказал отец, так и будет. И поэтому завтра облачно плюс семь плюс девять. Обычная дагестанская семья, обычный праздник, восьмое марта. Дорогая, у меня для тебя сюрприз. Можешь подойти к окну и посмотреть. Серьезно? Я могу подойти к окну? Спасибо, милые! Но, несмотря на сложившиеся стереотипы, в нашу республику приезжают туристы. Друзья, и все-таки у Расула Гамзатова прекрасные строки. Дагестан, все, что люди мне дали. Туристы, работаем! Белые, эй! Белые, эй! Белые, эй! Дикари! Дагестан, все, что люди мне дали. А я приветствую вас на телепроекте «Танцы со звездами». И вот наш первый финалист Магомедов, Магомед из Дагестана. Интересно, что же он нам покажет. Ну и, естественно, традиционная лескинга, которая всем уже изрядно надоела. Боже мой, это же танго! Танец любви и страсти. Магомед демонстрирует отличную пластику. Головопад! Еще один головопад, это братья Магомеда. Выверт! Двойной выверт! Такого до них еще никто не делал. Но, естественно, какой дагестанский танец без погони. Один убегает, двое догоняют. Магомед трякся от братьев. Братья пытаются его найти. Вот они его находят, и танец продолжается. А это их дедушка Зайна Лоббин. Я даже представить себе не могу, что он нам покажет. И он нам показывает... Он нам показывает... Мы начинаем. Браво! Браво, Магомедова! Дорогие друзья, дорогие друзья, ну и в заключении у нас для вас радостная новость. В этом году Махачкале исполняется ровно 750 лет. Я думаю, это заслуживает аплодисментов. Вот. А то, что вы не знаете, сколько реально Махачкале лет, заслуживает и аплодисментов, и смеха. Из Дагестана с любовью. Приветствия сыграны. И если командам не страшно увидеть оценки, то они могут вновь появиться на этой сцене. Максимум за приветствие 5 баллов. Открывали нашу игру квенщицы и квенщик из команды КВН Р Ростов-на-Дону. 5-5-5-5-4. 4,8 балла. Малая земля, Батайск. 4-5-4-5-4. 4,4 балла. Другой мир, Луганск. 5-4-4-4-4. 4,2 балла. Молодежная сборная, Омск. Все судьи 5 баллов. А сборная Алтайского края, Барнаул. 5-4-4-5-4. 4,4 балла. Завершали приветствие квенщики из Дагестана. Все судьи 5 баллов. Ставки на победу приняты. Продолжаем игру. Играем классический вариант биатлона по одному человеку от команды. Если выстрел смешной, то они продолжают игру. Если нет, то вся команда покидает сцену. Итак, начинает другой мир, Луганск. Ну что ж, веселый... Милицейский юморок. Прогуливаясь по зоопарку, Николай Валуев не заметил, как возле клеток с обезьянами пятилетний мальчик гладил его и пытался угасить бананом. Жалко, здесь нету Николая Валуева. Он бы, возможно, опроверг ваше утверждение. Малая земля, Батайск. Если залить доширак святой водой, проявится надпись «Не ешь». Сборная Дагестана. Новости спорта. Боксеры не ставят своих детей в угол. Они их туда загоняют, зажимают и дорабатывают длинными сериями ударов. Горячий кавказский юмор, спасибо. Молодежная сборная Омск. Мальчик, игравший около бетона мешалки, с каждой минутой играл все медленнее и медленнее. Р, Ростов-на-Дону. Тульский бродячий цирк. С каждым годом все больше бродячий и все меньше цирк. Сборная Алтайского края, Барнаул. Восьмилетний Никитка очень удивился, когда на день рождения подвыпивший папа пожелал ему прожить еще столько же. Итак, 0,5 балла получает команда КВН. Другой мир, Луганск. Продолжаем. Прошу, малая земля, Батайск. Мэр Капотни не только пообещал горожанам новый храм, но и, сняв рубашку, продемонстрировал его проект. Сборная Дагестана. Новости науки. Ни цитологии, ни генетики, ни науки, ничего нет у нас. Молодежная сборная Омс. Казусы профессии. ОБЖшник от Бога потушил горящую пятиэтажку пиджаком. Юфу, Ростов-на-Дону. Во время учений спецназа на занятия по маскировке либо никто не пришел, либо все прям молодцы. Сборная Алтайского края, Барнаул. Наблюдение команды, прилетевшей издалека. Судя по цене на бутерброд с семгой в аэропортах Москвы, эта семга сама летела бизнес-классом и ела на обед семгу. 0,6 балла получает команда КВН. Малая земля, город Батайск. Продолжаем. Дагестан. Сапожник из Махачкалы матерится только двух случаев. Когда попадает по пальцу молотком и когда не попадает по пальцу молотком. Молодежная сборная, Омск. Туповатая Анжела дождалась парня из армии, потому что у него ее флешка. Ррр, Ростов-на-Дону. До сих пор продолжается скандал с лондонской олимпиады. В допинге обвиняется кубинская спортсменка. Кровь пока ничего не показала, но и копье до сих пор не приземлилось. Сборная Алтайского края. В этом году администрация Барнаула выделила на дороге 1 миллиард 376 миллионов рублей. Оказывается, все эти годы они не воровали, а копили. 0,7 балла получает команда КВН. Сборная Дагестана Махачкала. Продолжаем. Молодежная сборная, Омск. Когда мне было 12, ссадины на коленках ровесниц вызывали сочувствие. А сейчас хитрый взгляд и довольную улыбку. А какой с виду невинный мальчик-то? Прошу, юфу, Ростов. После того, как учительница почувствовала под попой не кнопки, а чью-то ладонь, она поняла, что ее класс стал уже совсем взрослым. Примерно из той же серии. И, пожалуйста, Алтай. В одну из смен на Автовазе закончились детали, но рабочие не растерялись и собрали машину до конца. 0,8 балла получает команда КВН. Сборная Алтайского края. Ну и что же, целый балл разыграем сейчас. Прошу, Омск. Управдом женился на слесаре. Теперь у них безграничная власть над домом. Ростов-на-Дону. На институтском конкурсе красоты судьи не смогли придумать номинацию. И одна из девушек стала просто мисс седьмое место. И балл ровно получает команда КВН. Молодежная сборная Омск. Таким образом, друзья, после двух конкурсов команда КВН «Другой мир» набирает 4,7 балла. Малая земля 5 баллов ровно. Сборная Алтайского края 5,2 балла. Женская сборная Юфу и сборная Дагестана по 5,7 балла. И лидирует молодежная сборная из Омска с результатом 6 баллов ровно. Ну а мы продолжаем игру. Музыкальное домашнее задание. Тема его маленькие комедии. Сюжеты комедии команды выбирали самостоятельно. Кто-то учился у классиков. Ну а кому-то было достаточно лишь внимательно посмотреть вокруг. Итак, музыкальное домашнее задание начинает команда КВН «Малая земля Батайск». Добрый вечер. Мы приветствуем вас на традиционном, ежегодном Батайском Каннском кинофестивале. И сегодня в номинации «Маленькая комедия» побеждает серия новелл «Батайск. Я люблю тебя». Итак, первое свидание. Для того, чтобы свидание прошло идеально, нужно спросить, что она будет заказывать. Что будешь заказывать? Зачем он так рано спросил? Я же еще не поняла, насколько он обеспечен. Если что, деньги не проблема. Ну тогда пасту. Зубную? А вот это проблема. Слушай, Тань, а сколько у тебя до меня было парней? Так, если промолчу, подумает, что много. Если скажу, узнает, что много. Надо соврать. Шестнадцать. Зачем я соврала в большую сторону? Ни хрена себе! Ни хрена себе! Ни хрена себе! Шестнадцать человек! То есть мне сегодня по-любому перепадет? Что? Что? Блин, мне же это надо было в ту сторону сказать. И завершает победную киноленту новелла в кинотеатре. Парень, девушка и ее бывший. Хорошо. И я не тебя боюсь. Приятные духи. Спасибо. Может, вернешь? Че ты пришел сюда? Тебе ж не нравятся сумерки. Таня, я просто с тобой первые три части посмотрел. Мне теперь интересно, чем эта фигня закончится. Зай, посмотри, какая у Джейка помилая улыбка. Ага. Прям собака-улыбака. Таня, а ты всех своих бывших решил в этом кинотеатре собрать? О, здорово, братан. Зай, слушай, я давно хотела тебе сказать. О, мой любимый момент. Есть такие люди, которых больно терять. Но когда я встретила тебя, я поняла, что именно ты, ты... Тот самый человек. Тот самый человек. Прекрати! Ты испортил мне всю жизнь. В фильме снимались Татьяна Гоффман. Я люблю тебя! Начинающий актер Дмитрий Ксенофонтов. Пойду напьюсь и сяду за руль. Фильм посвящен памяти Артема Кириллова. Катайский Каннский кинофестиваль. От души душевно в душу. Провожаем музыкальное домашнее задание на сцене команды Квен Ростов-на-Дону. Ростов! Ростов! Тема домашнего задания «Маленькие комедии». А у нас на Дону не мелочатся. Поэтому комедийный сказ о том, как девки на Ивана Купала женихов выбирали. Стоять! А замуж! Ну! Не догнала! Эх, не найдем мы сегодня женихов! Здорово, девки! Здрасте! Что делаете? Венки плетем! Отчет мало венков! Я слыхал, в Сильпо водку паленую завезли. Завтра с утра венков много надо будет. А ты присядь, солдатик, отдохни! Ох, какой комфорт! Ну, с удовольствием, чего ж не присесть-то, а? Ох, упала! Бывай! Ну, а что ж ты служивой голову повесил? А, это? Это мы с женой мое имущество делили. Вот это моя половина. Как видишь, больше. Ну, не грусти, солдатик. Хочешь, я твоей новой женой стану? Детишек тебе нарожаю. Они по полюшку будут бегать, молочко тебе носи. Не, не мила ты мне. Ну, и дрянь ты, солдатик, мерзко. Горит тебе в аду, что в черте тебя жарили. А это что такое было? Чудище лесное. Каждый вечер приходит и забирает самую красивую девушку. Ну, так это убить его надо. За что? Он отец ее. Гулять ей долго не разрешает. А что, поздно уже? Ну, тогда и мне пора. Стоять. А замуж нам надо? Ммм, вилы. Весомый аргумент. Ладно. Ну, только мне выбрать надо. Выбирай. Ну, давайте, давайте. Женой моя станет та, кто голосом меня своим поразит. Песню прям за душу возьмет. Я даже вот смотреть не буду. Буду слушать. О, Господи! Да что там? Тихо, 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 женщина. Так кто? Не, меня это не устраивает. Девочки, я вообще-то себя не на помойке нашел. По крайней мере, сегодня. Ну, нам замуж надо. Что вам за этим замужем? Намазано, что ли, я не понимаю. Я вам сейчас покажу, как там замужем. Хочешь замуж? Да. Найщи второй. Кто еще замуж хочет? Ты закрой глаза. Бери пакеты. Иди за мной. Да, здорово, дружище. Да, весь день с моей по рынку ходим. Ага, руки отваливаются уже. Еще и дождь пошел. Ну что, хотите еще замуж? Да. Ну тогда я не знаю. Тогда деритесь за меня. Девочки, я ж не в прямом смысле. Девочки, девочки, успокойтесь. Успокойтесь, девочки. Тихо, тихо, тихо. Сан Саныч, вы чего стоите? Снимайте хотя бы на телефон. Девочки, тихо. Успокойтесь, успокойтесь. Успокойтесь, успокойтесь. Да. Успокойтесь. Да. Точно. Точно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В общем, мужчины, мужчины, берегите своих женщин и не забывайте за них бороться. Продолжаем музыкальное домашнее задание на сцене команды КВН молодежная сборная город Омск. Друзья, а тема домашнего задания – маленькие комедии. Но что может быть смешнее, чем самый неожиданный персонаж? Комедийное ток-шоу «Интересные люди». Добрый вечер, добрый вечер, дорогие друзья. И сегодня у нас в гостях человек, который постоянно поддакивает. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Скажите, вы постоянно поддакиваетесь? Да-да-да-да-да-да. И вам это нравится? Да-да-да-да. И вы, наверное, дурачок? Нет. На самом деле, я другой гость. Я пришел к вам в студию показать свое новое изобретение. Это русский аналог большого адронного коллайдера. А расскажите, как он работает? Ну, это очень легко. Надо всего лишь взять две частицы, разогнать их до скорости света, столкнуть между собой. Может даже появиться в итоге черная дыра. А покажите, пожалуйста. Вот, смотрите. Берем две частицы. Раз, два. Начинаем их разгонять. О, нет! Черная дыра! Черная дыра! О, откуда же она взялась? Она меня всего засасывает! О, нет! Что же это творится? О, нет! Прямо всего! Да как же это так? О, нет! О, нет! Прямо первый в мире репортаж из черной дыры. Здравствуйте! Я нахожусь на другом конце вселенной. А скажите, а почему мы вас слышим без задержки? Да вы, наверное, шутите. Да, 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 да. Ну и напоследок. Комедийный детектив. Выстрел на уроки географии. Значит, тема урока Африка. О, дети, меня ранило. Куда вас ранило? А я не знаю, я знаю только географию. Позовите учителя биологии. Людмила Ивановна, тут географа ранила. Бегите в 312-ю. О, я учитель биологии, я не знаю цифры. Позовите учителя математики, она знает цифры. Ирина Михайловна, тут географа ранила. Бегите скорее в 312-ю. О, я учитель математики, я знаю только цифры, я не умею бегать. Позовите физрука, он умеет бегать. Игорь Валентинович. В класс вообще-то учитель забегает. Я догадался, позовите медсестру. Ольга Сергеевна! А че раньше-то меня не позвали, громотеи? Ладно, давай гляну, че там у тебя. Ноготки. Знаете, у нас все хорошо. У нас все хорошо. Дорогие друзья, вот видите, все хорошо, что хорошо заканчивается. Ну а так как мы необычная команда, в конце мы бы хотели показать нашу необычную любовь к вам. Москва, мы тебя. Безусловно, свой особый взгляд на все происходящее подарит нам сейчас команда из Луганска. Другой мир. Дорогие друзья, всем вам хорошо известно, как это смешно, когда милиционеры рассказывают сказки. Итак, «Милицейская сказка». Давным-давно, когда не было порядка и справедливости, люди жили в хаосе. Но однажды, ночью, стало настолько тихо, что все люди поняли, родился он. Первый милиционер. Именно он показал людям, что такое доброта, любовь и штраф за распитие спиртных напитков в общественном месте. Одним движением руки он мог исцелять. И после этого люди стали жить долго и счастливо. А он еще лучше. Спасибо тебе за это, первый милиционер. Но порядок не длился долго, потому что вскоре за первым милиционером явились они, первые правонарушители. Мы злостные правонарушители. Лично я пересек двойную сплошную и ехал по встречке 4 километра. Ты просто ехал за депутатом. Точно! А я плохой человек, и я не хочу платить налоги. Ты не плохой человек, ты хороший французский актер. Уи! А я приехала в Москву поступать и не поступила. Но ты же даришь людям любовь. Но я делаю это за деньги. Ну разве это деньги? Точно! Ну и как любой сказке подходит конец, К концу подошла и служба нашего первого милиционера. Юрий Петрович, ну и под конец скажите что-нибудь от души. Да, что тут говорить, ребят? Тут надо петь. Снова туда, где пьют алкоголь. Снова туда, где насилие и боль. Форма и ксива, и злой хулиган. Так день за днем, будь смелей, капитан. В притон я врываю. Смелый дерзок мой труд. Все замирают, все смолкают вокруг. Триста китайцев и один бизнесмен скажет украдкой. Ван-цянь. Мент. Да я мент, мусорок, так что же. Пусть меня так зовет прохожий. Но как только наступит беда, ох, беда, Называете нас, господа. Устали, братцы, каждый праздник покать. По разным рынкам нелегалов гонять. Живем без ласки, но надежда жива. Шути со сцены, мечта моя. Друзья, ну и что хотелось бы добавить после всего этого? А добавить, собственно говоря, и нечего. Украинская милиция, честь имеем. Ещё одно выступление на сей раз в исполнении сборной Алтайского края. Барнаул. Алтай, Алтай. Дорогие друзья, всем мы знаем детектив Агаты Кристи «Убийство в Восточном Экспрессе». Но эта трагедия легко могла стать комедией, если бы дело происходило в обычном российском поезде. Что вы делаете? Что вы делаете? Это же улики! Слышь, Пуаро, ты если сыщик, то сам давай тогда расследуй. Ха, с удовольствием! Смотрите, следы ног, следы рук, следы ног, следы рук, следы ног. Газманов! Станция Кыштым. Остановка одна минута. Какая несуразица, что можно успеть сделать в Кыштыме за одну минуту? Ну как, высунуться в окно, купить рыбу, я не знаю. А нельзя просто выйти. Слышь, ты им психику сломать хочешь? Кыштымцы человека целиком отродясь не видели. Кажется, я в тупике, что же делать? Так это, давайте выпьем. Че это? Так мы ж в поезде. Вы кто такой? Я машинист. А вы разве не должны сейчас поездом управлять? Да не для того я в машинисты пошел. Объясните, почему вы все время мешаете моему расследованию? Мне кажется, в этом убийстве замешана женщина. И он ехал не один. Он ехал со мной. Мне придется вас допросить. Допрашивайте, все равно не допроситесь. Где вы были в момент убийства? В джакузи. А вас не смутило, что я не сказал, когда произошло убийство? А вас не смутило наличие джакузи в пласткартном вагоне? Вы были близки с покойным? Нет, я была близка с живым. У вас был любовник? Да, у нас был любовник. Откуда вы знаете? Говорите мне всю правду. Так и быть, Пуаро, я вам все расскажу. Поначалу все было просто прекрасно. В 86-й год, Дуапсе, он подошел ко мне такой маленький, лысый И сразу покорил меня своими огромными зелеными деньгами. Мы прожили 20 лет. Я поделила его состояние по часам и поняла, что я свое уже отработала. Он просто мешал мне идти дальше. К моей обычной женской мечте — стать молодой, одинокой вдовой. Ну что ж, теперь вы все знаете, поэтому руки вверх, господа. Я сказала, руки вверх! Ну где же вы, девчонки? Девчонки, девчонки, короткие девчонки, девчонки. Остановитесь! Остановитесь! Ну что это за страна-то такая? Мужчина, через 20 минут Саратов, вставайте! Постойте, то есть все это время он был живой? Мне все равно, живой или мертвый. Я — русский проводник. И если я пообещал поднять человека перед Саратовом... Я подниму человека перед Саратовом! Ну и в конце мы бы хотели поблагодарить Агату Кристи за предоставленный сюжет и российскую железную дорогу за неповторимую атмосферу 1850 года. И это только в фирменных вагонах. Официальный банк Игр КВН, банк Петрокоммерц. Завершаем музыкальное домашнее задание на сцене сборная Дагестана. Махачкала! Еще раз добрый вечер, друзья! Тема домашнего задания — маленькие комедии. А для того, чтобы создать веселую комедию, нужны три вещи. Хорошее шоу, закрученный сюжет и смешной главный герой. Эй, а я говорю, должен быть Шамиль! А я говорю, Ибрагим, он надежный, он не кинет! Так, успокойтесь, там в Ватикане с новым папой как-нибудь сами разберутся. А нам нужен главный герой для комедии. А, да? Давай я буду! О, ну давай вот так буду! Так, вот это вот понтоваться не надо. Здесь понтоваться кто угодно может. Шома, иди сюда. О, это я. Покажи часы. О, видал? Потому что главный... У меня еще и такие часы есть. Да хватит уже, Шома! Так, кто у нас в команде самый исполнительный? О, это опять я. Вот все, что Александр Васильевич скажет, то и сделаю. А если бы Александр Васильевич скажет с девятого этажа прыгнуть, прыгнешь? О, конечно прыгну. Ведь Александр Васильевич по образованию инженер. А если инженер говорит прыгай, значит со зданием что-то не так. Вот, молодец! Вот кто будет главным иной! Теперь по старому кавказскому обычаю главный герой должен похитить невесту. Но сделать он это должен модно и современно. Итак, главный герой похищает невесту, а за ним гонятся ее братья. Устала, забыда, а дышать за час, и снова забыда, а в сердце ступят. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Ни много ни мало все шесть комедий сыграны, и мы ждем команду на сцене. Добавил DimaTorzok Наши уважаемые судьи могут бесконечно говорить об игре, но запоминаются последние, точнее оценки. Тем не менее, прошу вас, буквально пару слов. Игорь Ласточкин. Ну что я хочу сказать моим землякам. Друзья, вы... В первую очередь, вы не расстраивайтесь, вспомните нашу игру в премьер-лиге. Единственную. И не расстраивайтесь, работайте над собой. Спасибо большое, спасибо, друзья. Прошу, Дмитрий Ковшин. Что касается сегодняшнего вечера, я хотел бы процитировать команду, которая стоит на этой сцене. Она абсолютно права, я считаю, это очень правдивая и хорошая шутка. КВН уже не тот, и мы все принимаем в этом непосредственное участие. Спасибо огромное. Иван Пышненко. Я, честно говоря, хотел бы сказать огромное спасибо молодому человеку из команды сборной Алтая. Вот Пуаро играл молодой человек. Я не знаю, как тебя зовут. Ты очень смешной. Иван его зовут, между прочим. Иван, Ваня, тезка. Ты знал, ты знал. Ты очень смешной, ребят, это действительно, я не помню в прошлом сезоне его, но вот он молодец и очень смешной. Молодцы, что пригласили его в команду. Также хотел бы сказать молодежной сборной, ребят, вот я когда смотрел на вас, мне хотелось сказать по-хорошему, по-доброму придурки. Ну вот, то есть это имелось в виду в хорошем смысле, это было классно. И мне не хочется сказать, это сборная Дагестана, да, спасибо, сангажи. Почему же, Иван, рискните? Вдруг у вас две жизни. Сборная Дагестана, ребят, спасибо огромное. Вы очень смешные. Спасибо вам большое, Иван. Луганский, я вас тоже очень люблю, спасибо. Спасибо большое. Итак, оценки за финальный конкурс, максимум 5 баллов. Начинали КВНщики из Батайска, Малая Земля. 4,5, 4,5, 5, 4,6 баллов. Женская сборная Юфу, Ростов-Кололу. 4,4, 4,5, 5, 4,4 баллов. Молодежная сборная Омск. 5,5, Колчин 4, 5, 5, 4,8 баллов. Другой мир Луганск. 5,4, 4,4, 5, 4,4 баллов. Сборная Алтайского края Барнаул. 4,5, 4,5, 4,4 баллов. И сборная Дагестана завершала игру. 5, 4, 5, 4, 5, 4,5. Таким образом, друзья, команда КВН Другой мир Луганск получает 9,1 балла. Команда КВН Малая Земля Батайск и сборная Алтайского края завершили игру с результатом 9,6 балла. Команда КВН женская сборная Юфу получает 10,1 балла. Сборная Дагестана 10,3 балла. И побеждает молодежная сборная город Омск с результатом 10,8 балла. Спасибо всем. Увидимся на КВН на Первом канале. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok